Всем привет, с вами Вэ. Сегодня вышла вторая часть игры 7 рыцарей. Самый главный плюс, чтобы в нее поиграть, это наличие русского языка. Игра создана на движке Адриалу Нжан 4, с графонием тут все в порядке. Для изысканных любителей понастроить себе что-то игра обладает расширенными графическими настройками. Игру нельзя классифицировать как MMORPG. Скорее всего, это RPG с элементами кооперативной игры. Тут есть гильдия, совместные боссы и прочее. В игре на данный момент представлено 46 героев. Каждый принадлежит к определенному классу. Поддержка, танк, универсал, дамагер, стрелок. Универсал типа умеет делать все, ну судя по названию класса. Первый универсал, которым вы будете играть, это Лене. С нее и начнется сюжетная линия в игре. В отряд ходят четыре бойца. Во время боя вы можете переключаться от одного героя к другому. На комнате конка джойстика, те вы и управляете. В игре также предусмотрена возможность автоматического боя. Навыки героев и ультспособности тоже можно активировать на автоматическом управлении. Силу отряда характеризует боевая мощь отряда. Обычная механика для хвостовства, перед другими игроками. Можно помериться с эфирками. Для эффектности картинки в игре предусмотрены пять настроек камеры. Хотите блокбастер посмотреть на экране, то включаем камеру 1. Хотите видеть больше вокруг себя, включаем другую камеру. Все сделано для самых изысканных вкусов. В игре также предусмотрена кузница для создания экипировки. Есть своеобразный бестиарий, правда тут он называется кодекс. Есть даже режим энергосбережения. Затемнел экран и пошел что заделать, а там бьет автоматически врагов. Красота! Можно обзавестись и друзьями в игре. Контента тут уже прям достаточно. Арена, полевые исследования, подземелья, налет, небесная башня. Можно даже открыть карту и посмотреть территории игры, как на поверхности, так и под землей. Ну и как у любой игре есть лавка. Здесь можно приобрести скины на героев. В общей лавке все что угодно можно купить. Товаров прямо очень много. В лавке призыва можно крутить гачу на героев, на снаряжение и на призыв спутника. Ну и барахолка это типа, когда у вас есть ненужное что-то и вы решили продать. Так и в игре. Правда тут бывают и бесплатные штучки. Заходите каждый раз и просматривайте. Ну раз уж сказал про спутника в магазине, то надо найти где он есть. Вот в этой вкладке он находится. Наверное усиливает отряд как-то. По ходу игры вы можете насладиться сюжетной линией с диалогами на русском. Да и можно английский подтянуть. Может и утриру, но некоторые приложения был в состоянии перевести без субтитров. В итоге мы получили шикарную игру на движке Unreal Engine. Боевая система имеет возможность просмотра с различных ракурсов. Тут даже самые изысканные вкусы смогут настроить камеру по душе. В игре есть автобой, но такова реальность и с ней надо смириться. Просто примите за правило, кто играет автобоем часто, они не наслаждаются игрой в полной мере. Да и не везде автобой будет делать все хорошо. Ручное управление все еще в цене. Игра имеет прекрасный сюжет, с переведенными диалогами на русский язык. В эту игру однозначно надо попробовать поиграть. Буду играть. Подписывайтесь на канал, бахайте в колокол. Пока-пока.